Этого события Брест ждал давно. Ассортимент изделий из льна в городе над Бугом не отличался богатым разнообразием. Но с появлением первого объекта розничной торговли от Оршанского льнокомбината все изменилось. Купить роскошную скатерть, померить костюм или, к примеру, приобрести национальный сувенир. Сегодня все это можно без труда сделать в одном магазине. Кстати, расположение сокровищницы белорусского льна более чем удачное. На главной пешеходной улице города в торговом центре Дидас Персия. Появление в Бресте первого специализированного магазина льняных изделий ознаменовал собой новый этап по созданию торговопроводящей сети предприятия Оршанский льнокомбинат. До сегодняшнего дня здесь был только один объект торговли Оршанского льнокомбината. Это оптовая база Брест Текстиль Торг. Сейчас, чтобы товар был ближе к покупателю, по ценам конкурентоспособной, именно по ценам, практически ценам производителя, Оршанский льнокомбинат сегодня открыл объект розничной торговли. В торговом центре Диас Персия на достойном уровне. И это тот качественный товар, который пользуется спросом за рубежом, и он должен приносить радость и пользу нашим людям. Здесь представлена вся продукция, которую выпускает Оршанский льнокомбинат, штучная продукция, которую выпускает Оршанский льнокомбинат, и других предприятий, которые выпускают свои изделия изо льна Оршанского льнокомбината. В том числе и сувениры, в которых используется также наш льон. Открытие первого объекта розничной торговли Оршанского льнокомбината прошло в торжественной обстановке. Делегацию высоких гостей встречал Народный театр юмора, игры и песни «Хмелевские волоцуги». Приветственное слово и поздравительная речь представителей комбината. Торжественное перевязание красной ленты и знакомство с уникальным ассортиментом. Все эти события ознаменовали собой начало работы первого в нашем пограничном городе магазина под эгидой Оршанского льнокомбината. На новоселье присутствовали не только высокие гости. Познакомиться с так называемым белорусским золотом пришли партнеры крупнейшего в Белоруссии и стран СНГ предприятия в текстильной и легкой промышленности. Я просто влюбилась в этот лен, потому что он, ну он, как вам сказать, он как песня. Он вдохновляет. Вдохновляет на какие-то вот изделия, на эскизы, на какие-то вот коллекции. Здесь можно найти в широком ассортименте полотенца, новые наши виды продукции, такие как пледы, покрывало, постельное, столовое белье, скатерти, наволочки. То есть огромный ассортимент домашнего текстиля. Сохранить природу, неповторимость и красоту льна. Такую задачу ставит перед собой единственное в Сенекое предприятие по производству льонных тканей и изделий – Оршанский льнокомбинат. Сохраняя традиции ткачества, сегодня оршанские специалисты стараются идти в ногу со временем и постоянно работают над повышением качества своей продукции, познакомиться с которой появилась теперь возможность и у брещан. У меня бабушка в сундуках собирала простыни, как только я родилась, и они все были льняные. Я уже 25 лет замужем, и вот они до сих пор еще в нормальном состоянии, то есть целенькие, потому что это лен. И я считаю, это даже неправильное преступление обделить современного человека таким качественным товаром, как льняная ткань, льняные вещи. Конечно, во времена моей бабушки не было таких модных вещей, и тем не менее вот этот магазин появился. Брещане могут пользоваться не только постельным бельем, салфеточками, скатертями. Я считаю, что это признак роскоши, когда приходят в гости, и у тебя стол накрыт льняной скатертью. Лен – это же не только полезно, это и красиво. Сейчас можно делать современные вещи, как я уже прошлась, просмотрелась, и очень приятно их носить, мне кажется. И поэтому, если открылся один магазин, может откроется скоро и не один магазин в всей стране. Виктория Дрогобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.